Всем привет! С вами Татьяна Захарова, и сегодня мы с вами будем делать Валентинку. Ну, конечно, когда же еще после того, как День Святого Валентина прошел? Но я практически уверена. Вот хочу спросить, кто из вас сделал Валентинку себе на 14 февраля? Кто как себя порадовал? Вы себе нарисовали красивую открытку? Сплели ли вы себе что-то? Отвели ли вы себе в какой-то кафе? Купили ли вы себе мороженое в виде сердечка? В общем, напишите в комментарии к этому видео, что вы сделали приятного для себя в этот день, как вы себя порадовали, как вы себя полюбили, возлюбили. Если вдруг вы пропустили, то сейчас самое время наверстать. Мы будем делать Валентинку для себя. Эта Валентинка будет не простая какая-то открытка, а подвеска на мобильный телефон. Ну, естественно, как еще может быть у меня? Это бусы для мобильного телефона. Прежде чем начнем, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые ролики. И посмотрите здесь в подсказках, я оставлю ссылку на видео. Я показывала в один из прошлых разов, как сделать вот такие прикольные сердечки из бисера своими руками. Эти сердечки я сплела сама, у нас есть по ним мастер-класс. Поэтому идите и сделайте такое сердце для себя. Сделайте таких два, красное и черное. Конечно же, помогает мне в создании дизайна мой любимый инструмент битборд. Битборд. Обратите внимание на него, если у вас такого нет, обязательно купите. В описании под этим видео я оставлю ссылку на все материалы, которые я использую, на все бусины. Все можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету, в том числе и этот битборд, на который я разложила дизайн. Этот инструмент битборд помогает создать дизайн, прежде чем вы начнете его нанизывать на леску или на нитку. То есть сначала я выложила все здесь, убедилась, что мне все нравится. Я, правда, не знаю, как мне сделать какую надпись. Self-love или просто love или просто self. В общем, здесь я еще сейчас подумаю, как я буду это делать. Но самое главное, что здесь можете менять ваш дизайн. Например, вы захотели добавить какую-то бусинку, берете, вот так вот добавляете, это убрали, сюда добавили. То есть здесь можно фантазировать и очень быстро, просто легко менять ваш дизайн. Когда вы делаете украшения для вашего мобильного телефона, обратите внимание, что лучше не брать какие-то острые бусины. Не берите кристальные бусины с острыми краями, не берите кристаллы, вставленные в металлические оправы. Берите бусины из пластика. У нас в магазине есть очень много разных бусин из пластика и из каучука. Например, на день Святого Валентина, ну или просто вообще на день влюбленных в себя людей всегда есть вот такие вот прикольные сердечки. Еще есть такие сердечки, на которых написана любовь, есть такие сердечки, есть разные бусины, тоже прикольные всякие, вот такие в виде мороженок, каких-то конфеток. И обязательно посмотрите на вот эти бусины из хлопкового жемчуга. Это настоящий хлопок, хлопковое волокно, которое скатали в такие шарики и покрыли такой краской. Это выглядит теперь как жемчуг. Классно в них то, что они очень легкие, ну прям очень-очень легкие. И самое главное, они ничего не сделают с экраном мобильного телефона. Вот смотрите, если я, например, возьму мобильный телефон, видите, оно очень мягкое такое, аккуратное. То есть я не беспокоюсь никак, что мой экран как-то повредится. Это не повредит, только украсит его. Поэтому обратите внимание на бусины, чтобы они были мягкие. Каучук, резина, хлопок, что-то такое мягенькое, не острое, чтобы экран не повредился. Приготовили мы всю красоту. Но единственное, что у меня, конечно, здесь есть сердечки из бисера, но они такие красивые. Я думаю, что они ничего плохого моего экрана не сделают. Хочу еще показать прикольный набор. Есть бусины в продаже у нас, которые такие буквы разноцветные, совершенно разные буквы. С их помощью можно разные слова составлять, аббревиатуры. И еще хочу показать тросик. Это мой самый любимый тросик FlexRide 49 нить. На него я буду делать свои бусы для телефона. Если у вас такого нет, или если вы не можете его себе купить, позволите, потому что он все-таки дорогой, можно взять вот такой вот шнурок, тибетский шнур. Он выглядит вот так. На него тоже можно нанизать бусы для телефона. Кстати, если вы хотите посмотреть видео, как работать с таким шнуром, посмотрите тут в подсказках, ссылка на ролик. Я показывала, как делать бусы на телефоне на таком шнуре. Сейчас мы сделаем бусы на телефон на тросике. Я не буду срезать его с катушки. Просто отмотаю и начну нанизывать бусинки в том порядке, в каком я их для себя здесь приготовила. Вначале лучше использовать самые маленькие, чтобы у вас... Ну, поймете потом почему. То есть самые мелкие бусы, бусины поставьте в начало. Я беру тросик и начинаю нанизывать бусины. Самый первый, самый маленький. Вначале у нас маленькие. И дальше еще одну маленькую. И можно уже начинать покрупнее, покрупнее. Я просто нанизываю их в том порядке, в каком я их здесь разложила. За бусинами, кстати, можно приехать к нам в шоурум в Москве, на улице Большая Черемушкинская, дом 25, строение 97. Крыльцо с гирляндой. Есть классное светлое пространство, заполненное бусинами. В том числе и хлопковыми, и каучуковыми, самыми разными. Приходите к нам в гости, выбирайте и делайте себе тоже такие классные валентинки. У меня калье на самом деле такое получается со смыслом. Оно двойственное. Здесь такой двойственный дизайн. С одной стороны тут черные бусины, черное сердце. И дальше все такое идет красивое, радостное, красное, белое, с буквами разноцветными. Я решила в тренде быть, любви к себе. Как, знаете, такое, как напоминание, что если ты будешь не любить себя, то будет у тебя сердце черное, а если ты будешь любить себя, то будет оно у тебя красное, радостное, счастливое и довольное. Такое, знаете, просто смотришь на себя, точнее смотришь на вот это вот. Я хочу сделать так, чтобы каждый раз, когда я беру свой телефон, смотрю на него, я вспоминала. А вот то, что я сейчас собираюсь сделать, это вот я люблю себя или не люблю себя, да? Пойти на улицу без шапки в мороз. Это вообще про любовь к себе или ты себя так угробишь? А купить себе вкусное пирожное и съесть его, это про любовь к себе или не очень? А если 10 пирожных, да? Такое вот. Я хочу, чтобы каждое мое действие, которое я совершаю, я понимала, к чему оно меня в итоге ведет. Ну и плюс новые бусы на телефон. Кстати, смотрите, когда мы дошли до этого сердца, тут будет уже такая хитрость. Здесь мы его надеваем на тросик таким образом. Тут у нас есть некоторые, видите, типа отверстия, и здесь есть такой тип отверстия. Если вы надеваете на нитку, то можете здесь вставить нитку в иголку и пройти. А тросиком я сейчас постараюсь, опа, вот видите, оно прошло и прям идеально на тросик наделось. И дальше я продолжаю уже просто нанизывать. Уже у меня перешло тут к черному сердцу, к печальному. Кстати, такое сердце можно сделать и как чокер, как бусы. Видите, как прикольно получается? То есть прям очень круто, очень модно. Если у меня будет этот чокер, он будет висеть на мне, и он будет для тех, кто на меня смотрит. Если эти бусы, этот чокер будет для моего телефона, то я буду на него смотреть. То есть я опять кормлю красное сердце, короче. Я буду смотреть на это и радоваться. И больше радости оно мне принесет, когда я его вижу постоянно, то есть на телефоне. Поэтому все решено. Мы оставляем этот дизайн как украшение для телефона. Но, в принципе, имейте в виду, что для себя такое тоже можно сделать. Офигенно, кстати, выглядит. Представьте, вот можно сделать несколько таких сердец, да, и их через несколько жемчужин. Вот у меня тут уже до черного очередь дошла. Оно тоже легко вставилось. Вот, видите, надевается. И прикиньте, как это будет выглядеть вот так вот, если это будут бусы. Реально очень красиво получается. Можно наплести таких сердечек и сделать бусы. Может быть, в следующий раз, когда-нибудь, в другой жизни, когда я стану кошкой. Я так и сделаю. Вот я нанизала последнюю бусину. Боже, посмотрите, какая получается красота. Я просто не могу. Ну, какова же красота. Вы посмотрите, как круто это смотрится. Насладитесь этим моментом вместе со мной. А-а-а, просто, просто, а-а-а, просто офигенно, офигенно. Если вы хотите сделать из этого бусы, в подсказках я оставлю для вас ссылку на видео. Я показывала 6 способов, как превратить вот это в бусы. Выбирайте любой, превращайте это в бусы, а я превращу это в бусы для мобильного телефона. Вот он, мой дорогой мобильный телефон. Я снимаю отсюда свою старую десюльчику. Она мне уже не пригодится. Кстати, часто нас спрашивают в комментариях под прошлым видео про висюльку на телефон. А что делать, если у меня у телефона нет отверстия, за которое можно цеплять подвеску. Купить чехол, и тогда будет отверстие, потому что в чехле, смотрите, есть разные отверстия. Вот, например, у меня тут вот с этого боку, с этого боку. То есть, с любой стороны можно цеплять. В каждом чехле есть отверстие, а если их там нету, то их можно там проделать. Или вот сюда прицепить. То есть, это не проблема. Короче, подвеску на телефон вы сможете подвесить только если у вас есть чехол, в котором есть отверстие. Ну, либо есть, кстати, такие специальные какие-нибудь присоски на телефон. Тоже посмотрите, может быть, на Алиэкспрессе или где-то еще. Я не знаю, где это купить, но я предполагаю, что бывает какая-нибудь такая присоска, которую сюда присосешь, и к ней уже можно приделывать такую подвесочку. Но я бы тоже не рекомендовала, потому что это может быть небезопасно. Она отвалится, а вы, например, вдруг за нее держите. Хотя вообще лучше никогда за подвеску телефон не держать. Это вам такой мой лайфхак. Даже если вы делали ее сами, даже если вы уверены в том, что она вообще крепкая, плотная, я никогда не поднимаю вот так вот, потому что, блин, потому что упадет вдруг. Не хочу. Смотрите, после того, как мы это все нанизали, теперь я беру кримп. Кримп это такая маленькая металлическая бусинка, зажимная. Сейчас покажу, что это значит зажимная. Надеваем ее на тросик. Дальше надеваем протектор для тросика. Протектор это такая вот подковка. Сначала мы проходим в одно отверстие, потом тросик ее огибает, проходит через другое. Вот так в обратном направлении. Прошлись. И теперь сюда мы вот такую фурнитуру цепляем. Фурнитура для подвески на телефон. Тоже продается у нас в магазине. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Если у вас таких нету, оторвите ее с другого телефона, с какого-нибудь или купите. Смотрите, вот так надели. И теперь в обратном направлении, через этот кримп, мы пройдем вот этим кончиком тросика. Вот так раз. И возвращаемся сюда. То есть видите, что у нас получается? Мы прошли через кримп, через металлическую вот эту бусинку, потом через подковку. Я ее сейчас здесь, кстати, согну вот так вот чуть-чуть. Вот. Вот такая у нас получается конструкция. Теперь я возьму инструмент. Я не буду здесь пользоваться волшебным кримпером, потому что это здесь не нужно. Просто обычными плоскогубцами я возьму и сожму это. Можно кримпером, я не хочу. Возьму плоскогубцы и сожму. Смотрите, я сжала, сплющила, убедилась, что он крепко здесь держится, что он никуда не собирается уехать. И теперь говорю кусь. Вот этот кончик кусь откусила маленький. У меня оставилось вот так. Сверху я это закрою бусиной на крем. Бусина на кремп это такой вот, как пэкмен выглядит. Видите? У него рот открыт, он уже готов надеться сюда. Вот так надеваем. Видите, надели. И инструментом закрываем. Опа. Все, закрыла и сформировала такую аккуратную бусинку. Получается вот так. Здесь я прикрепила фурнитуру с одной стороны. Так, теперь мы перекидываем все это. Перекидываем все это в обратную сторону. Точнее туда, где у нас уже фурнитура приделана. И говорим кусь. Отрезаем тросик с катушки. Кусь. Отрезали. Ставили кончик. Ну, прям вот такой вот малюсенький-малюсенький. Сантиметров 5 где-то. И снова наденем кримп. Затем протектор. Надели. Прошлись в обратном направлении сюда. Вот так. Теперь этот протектор мы надеваем сюда на кольцо. Вот так раз. Видите? Надели его на кольцо. Вот. Вторая фурнитура сюда приделалась. Подтягиваем. Проходим через кримп в обратном направлении еще раз. Сейчас покажу поближе, как это все выглядит. Вот так прошлись. Подтянули. Затянули. И опять инструментом закусываем. Плоскогубцами сжали. Крепко. Убедились, что ничего никуда не уезжает, не разваливается. Отлично. И после этого говорим кусь. Кончик отрезали. Сверху опять бусину на кримп. Берем. Надеваем. Вот так. Сверху поставили. Вот так. И теперь это зажмем. Ой. Неаккуратно. Ну ничего. Можно инструментами это все выровнять. Сейчас просто чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Все, я исправила свою пложность. Смотрите, какая красота получилась. Надо примерить. Надеваю это все на мобильный телефон. Ура, ура, ура. У меня новая подвеска, которая будет мне напоминать о сердечках, о купидонах. И о всем прекрасном, что есть в этом мире. И о том, что я умею плести из бисера. Все, сейчас я ее приделаю. Видите, как мы приделаем? Приходим в петлю. Сначала в одну сторону, потом возвращаемся назад. Вот сюда вот теперь палец засовываем. И это все достаем. Все эти бусы достаем, 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 достаем. Сейчас. Вот. Подтянули. И у нас получается вот, висит. Ну что, красиво? Красиво. Какова же красота. Буду наслаждаться теперь. Смотреть на эту подвеску и радоваться. Ну какова красота вообще. Просто кайф. Сделайте такую себе, своим подругам. Украшайте себя, подруг. Весь мир и все телефоны вокруг. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписаться на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Напишите в комментариях. Я жду от вас обратную связь. Я жду от вас комментариев. Что-то я в начале видео просила вас на какой-то вопрос ответить. Но я уже забыла. Даже несмотря на то, что я забыла, я реально очень жду. Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Обратите внимание. А-а-а-а. А-а-а. Не укатились. Укатились. Ура. Ура. Это случилось. Оно рассыпалось. Оно разбегается. Поэтому обратите обязательно внимание на то, чтобы экран... Ну, вы поняли, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok